Прежде чем обновлять прошивку устройства, лучше получить бэкап текущей прошивки. Это сильно облегчит восстановление телефона или планшета, если что-то вдруг пойдет не так. В большинстве случаев только сохраненная прошивка поможет вам восстановить кирпич после брика. Покажу как сделать копию заводской прошивки с телефона на платформе MTK. Для этого вам понадобятся две программы MTK Droid Tools и Flash Tool, которые вы можете скачать в интернете. Прежде всего включаем режим USB отладки в девелоперском меню настроек телефона. Телефон определится как USB дебаггинг устройства. Теперь находим в папке с MTK Droid Tools специальные драйвера для последовательного подключения устройства. В этот режим телефон переходит на пару секунд при загрузке. Так что вам нужно очень постараться, чтобы успеть за это короткое время подсунуть Windows путь к нужным файлам. Итак, с драйверами разобрались. Переходим к дампу прошивки. Первый шаг – скопировать файл карты блоков, так называемый скаттер. Насколько я понял, он необходим для записи правильных фрагментов прошивки в определенные места на флеш-памяти устройства, что важно при восстановлении брика. Нажимаем на кнопку Map Blocks. Программа создаст карту блоков и откроет ее в новом окне. Здесь нам пригодится адрес блока кэш, у меня это номер 17. Мы в дальнейшем будем использовать адрес этого блока. Сам адрес может быть разный в зависимости от конкретного телефона, но для всех телефонов с файловой системой XT4 нужен именно адрес блока кэш. Выбрав этот блок, нажимаем кнопку Create Cutter File. Путь, по которому создан файл, виден в правом информационном окне программы. Для телефонов с другой файловой системой, IFFS2, может понадобиться другой адрес. Но поскольку таких телефонов становится все меньше и меньше, рассказывать об этом не имеет смысла. Не закрывая MTK Droid Tools, открываем вторую программу Flash Tool. Здесь мы выбираем свежесозданный файл Scatter и переходим на вкладку Read Back. Там нажимаем кнопку Add и два раза кликаем мышкой по появившейся строчке. Программа предложит имя файла для сохранения, начинающегося на ROM. Запомните название и путь, куда будет сохранен файл. В следующем окне нужно будет выбрать адрес начала и конца бэкапа, в 16-речном режиме. Начало проставляем нулями, а вот в качестве окончания указываем тот самый адрес блока кэш, на который я обращал ваше внимание чуть выше. Опять-таки для блоков IFFS2 появится еще одно окно, где нужно выбрать тип дампа. Рассказывать об этом не буду. Дальше выключаем и отключаем телефон от компьютера, нажимаем кнопку Read Back и подключаем все еще выключенный телефон к компьютеру по USB. Если все сделали правильно, начнется процесс считывания прошивки, по окончании которого появится большой зеленый круг. Переходим обратно в MTK Droid Tools. Если программа не видит телефон, возможно вам понадобится его включить. После того как телефон определится в программе, переходим на закладку Root Backup Recovery и выбираем кнопку To Process. Искармливаем созданный во Flash Tool файл ROM. При удачном прочтении вам будет предложено автоматически создать Custom Recovery, соглашаемся. Если все прошло нормально, то в правом информационном окне появится путь, куда программа сохранила рекавери для вашего телефона. Теперь вам нужно его в этот самый телефон прошить. Здесь максимум внимания. Если ошибиться хоть в одной галочке, то можно запороть прошивку телефона, так что будьте осторожны. Итак, возвращаемся в окно Flash Tool и выбираем Scatter файл, но не тот, который мы создали в самом начале, а тот, который мы создали только что, когда MTK Droid Tools создавала файл CWM Recovery. Он лежит в папке, путь которой указан в информационном окне. Снимаем галки со всех блоков, указанных внизу. Не забудьте прокрутить окно вниз, чтобы убедиться, что галки действительно сняты со всех блоков. Теперь кликаем по рекавери и выбираем тот файл с CWM Recovery, который мы только что создали. Галка на рекавери поставится сама. Теперь нажимаем Download. Внимание, именно Download, а не Firmware Upgrade. Подключаем телефон и ждем пока прошьется, о чем свидетельствует тот самый зеленый круг. Ну и теперь осталось сделать полный бэкап. Для этого загружаем телефон в режим рекавери, зажав соответствующие кнопки при включении, либо выбрав этот режим из пункта меню перезагрузки. После того как CWM загрузится, на компьютере во вкладке Root Backup Recovery нажимаем на кнопку Backup. Она создаст два файла, один на компьютере, второй на карте памяти телефона. Если в телефоне памяти мало, то его можно удалить. Ну и нажимаем кнопку SuperUser, чтобы получить root доступ. Напоследок сохраняем обе папки с программами и все созданные в них файлы в надежном месте. Они спасут вас от многих проблем с телефоном, если таковые возникнут.